Ну а теперь переходим к подготовительной части номер два. Эта часть уже делается практически. Вы прописали для себя вашу экспертность в какой нише, вы прописали вашу целевую аудиторию, то есть те люди, с которыми вы будете общаться. А сейчас начинаем выполнять практические действия. Давайте примем за основу, что мы только начинаем свой путь в социальных сетях. Поэтому, конечно, можно идти по пути изобретения велосипеда и тратить на это колоссальное количество времени, а можно идти по другому пути. Можно взять какие-то образцы, какие-то ориентиры или, как говорится, шаблоны и этим ориентиром придерживаться. Что конкретно нужно сделать? Мы сейчас с вами в социальной сети ВКонтакте, раз на примере этой социальной сети мы работаем, найдем то, что я назвал донорские аккаунты. Или аккаунты доноров. Можно назвать красивым словом аккаунты референсов, но доноры. Потому что эти аккаунты мы будем в прямом смысле доить. То есть доить на какие-то идеи, они нас должны на что-то вдохновлять. Есть такая очень хорошая методика. Увидел, повторил, получил результат. Ну, естественно, творчески повторил. Не просто взял, скопировал себе и положил на свою страницу. Это неправильный подход. Нет. Творческий подход. Мы что-то увидели интересного и адаптировали это под себя. Под свою нишу экспертности, под свою аудиторию. Допилили что-то, дорисовали, дописали и получили уже что-то свое авторское, уникальное. Поверьте, нового ничего нет. Есть только переосмысленное. Поэтому вот это переосмысление я вам и предлагаю делать над этими донорскими аккаунтами. На что нужно будет обращать внимание, когда мы будем сейчас с вами идти по страницам людей, которые уже давно работают в интернете. Надо обращать внимание, какие аватары, то есть какие картинки они ставят на свою страничку. Как они там выглядят, как они себя позиционируют, в какой позе стоят, как они расположены на основе чего-то. Это очень важно. То есть аватар – это ваше лицо. Насколько качественную аватарку вы выберете, тем более привлекательнее ваша будет страница. Естественно, мы обращаем внимание на статусы. Это то, что читается очень часто. Мы смотрим жизненные истории этих людей, как они себя преподают. И, конечно, смотрим на продающие посты. Как эти люди что-то пытаются продать. Ну, слово «пытаются» тут неправильно, а «продают» в социальных сетях. Потому что я вам покажу страницы людей, которые реально продают в социальных сетях. Итак, я сейчас вам покажу профили людей, которые всех своих клиентов приводят только из интернета. Начну с профиля Романа Шляхова. Я этого человека очень давно знаю. Роман был сетевиком. Сейчас он учит сетевиков. В основном он учит людей, которые занимаются тата-хилингом. Роман у нас видный мужчина. Поэтому на страничке Романа очень много различного лайфстайла. То есть то, как Ромыч интересно живет. Путешествует, ни в чем себе не отказывает. Показывает, естественно, свою экспертность, что это человек публичный. Но даже если не двигаться по стене, сразу становится понятно, что этот человек далеко не бедствующий. Сразу понятно, кто он такой, потому что статус четко позиционирует. Но большинство публикаций на стене, как я уже сказал, это в основном лайфстайл. Еще страничка одного человека. Вот здесь все немного по-другому. Здесь, конечно, хватает и стиля жизни, но здесь очень много полезного контента. Потому что все профили, которые вы будете искать, вы можете разделить на две части. Вот это мне зрительно нравится, а вот здесь много полезности. Сергей Елевин – это человек, с которым я работал. Работал неоднозначный человек, но реально очень умный. Поэтому, если вы пройдетесь по стене Сергея, вы поймете, что сколько интересного у него тут есть. Сейчас он занимается тем, что учит сетевиков даже не привлекать сетевой бизнес, а работать с командой. А у Сергея, наверное, один из крутых, наиболее стильно оформленных профилей в Инстаграм, потому что он занимается фотографией, обработкой видео. То есть у него тут все очень стильненько. То есть у него, например, сочетаются два элемента. Это качественное оформление, дизайн отличный и очень много полезного текста. То есть тексты, которые он пишет, они реально очень читаются, они очень круто просматриваются людьми. То есть вы можете посмотреть, что здесь написано много, но в принципе все написано по делу. Еще один профиль девушки, с которой я недолго работал, просто приступая к созданию нашего тренинг-центра, я прошелся по другим тренинг-центрам. Вот представитель команды Ботель, у них тоже тренинг-центр на веки роста. Я посмотрел, что у них там в их тренинг-центре, понял, что ничего особо интересного, если честно сказать. Но профиль Тамара мне нравится. Опять же, классное профессиональное фото. Четкое позиционирование в статусе, кто она. И если вы пройдетесь по ее стене, вы не увидите ни одной фотографии, сделанной на телефон или не обработанной. То есть все эти фотографии, это все студийные фотографии, которые профессионально отсняты и профессионально обработаны. Причем, скорее всего, это все одна фотосессия, которая постепенно, фотография за фотографией, появлялась у нее на стене. Вот такой образ молодой, красивой, привлекательной, успешной женщины Тамара смогла сформировать на своей стене. Почему делается так? Потому что если вы почитаете внимательно ее статус, она привлекает на бизнес, на деньги. Поэтому здесь, конечно, шик, лоск обязательный для таких профилей. Профиль Фила продан. Но этот человек мне очень нравится, мы с ним очень долго работали. Фил у нас потомственный сетевик. Если вы пройдетесь по его стене, вы также увидите, что здесь очень много Филипп рассказывает не о своей компании, он рассказывает о себе и о своих успехах. То есть как он живет. То есть здесь вы не увидите никаких баночек и так далее. То есть лучшее, что здесь есть, это он показывает свои результаты в компании, в которой он работает. Ну и как это вообще происходит в Израиле. Очень много личной информации. Именно так оно и должно быть. В отдельном уроке мы поговорим о том, что такое контент-план. И вы поймете, что, например, у Филиппа очень грамотный, правильный, интересный контент-план. Покажу вам профиль Лены. Упорная девочка, молодец, она мне нравится. Здесь, конечно, до стиля, качества еще далеко. Но человек только начинает работать в интернете, привлекать. Но у нее уже получается и получается прям даже неплохо. Тоже у нее статус, посмотрите. Очень интересный статус. Привлекательный статус на бизнес. Теперь, как технически искать людей, которых вы можете брать в качестве образцов. Причем вот эти ориентиры, критерии качества, они однозначно будут меняться со временем. То есть сейчас вам нравится вот что-то одно, через какое-то время вам, возможно, будет нравиться что-то другое. Как проще всего начать? Конечно, можно в поиске написать MLM, выбрать, например, сообщество. И начать с самых популярных сообществ, где больше всего людей. Открыть эти сообщества в отдельной вкладке, чтобы список оставался. И кого нам нужно искать? Можно начать с руководителей сообщества, ссылки на которых должны быть вот здесь внизу. Контакты людей, которые создали это сообщество. Можно войти на страничку этого человека и пройтись по этой страничке. Посмотреть, что у него, как человек ведет свою страницу. Можно, конечно, пройтись по стене сообщества. И если есть люди, которые выкладывают что-то от своего имени на стену этого сообщества. Либо хотя бы комментируют что-то на этой стене. Открыть их профили и посмотреть, что у них. Что у них на стене. Какие у них фотографии. Какой у них контент. Какие у них аватарки. Какие у них статусы. И для того, чтобы не было просто пустое перемещение по страничкам. Все статусы, которые вам понравятся. Вы можете выделять и собирать в какой-то текстовый документ. Вы, например, можете открыть блокнотик какой-то или Word. И вставлять какие-то понравившиеся именно вам статусы в документ. Где посмотреть историю людей. Если нажать подробную информацию. Можно найти раздел о себе. Вот это очень важный раздел. Я не зря открыл Сергея и Ленина. Потому что он очень качественно пишет. Вы можете почитать, что человек написал о себе. Как он показывает, что он реальный эксперт. И вот всю эту информацию можно просто-напросто взять, выделить. И тоже скопировать себе в блокноте. Ссылки на страницы людей, которые вам понравились. Показали себя. Доказали вам хотя бы, что они являются эксперты. Тоже желательно куда-то сохранять в какой-то текстовый документ. То есть соберите несколько ссылок на профили, которые вам, лично вам понравились. Разделите их на две части. Люди с красивым оформлением. Люди с качественным контентом. И в отдельный файл собирайте красивые статусы. Красивую или полезную информацию о себе. Найдете какой-то крутой продающий пост, который вас зацепит. Выделите текст этого поста. Можете взять, сохранить картинку, чтобы она тоже у вас где-то осталась. Потом, может быть, ее немного подделать, изменить, либо сделать аналогичную картинку. Как создавать картинки? Вот такая картинка создается очень легко и очень просто. Не требуется никакого знания и никакого опыта. Я вас научу это делать. Вот в нашей закрытой части у нас будет отличный сервис по созданию вот такого плана изображения. И будет отличный сервис. Он хоть платный, но все его получат бесплатно для создания продающих видео. Главное сейчас надергать для себя идей для контента. И сохранить все эти идеи, либо в текстовом документе. Картинки можете сохранять в отдельную папочку. Щелкнули по картинке, правой кнопочкой нажали, сохранить изображение. И сохранили в какую-то папочку, например, очень понравившуюся вам картинку. Потом ее можно обработать и выложить у себя на стене. Надеюсь, что такое донорские аккаунты, понятно и для чего мы их используем. Ну и последнее, что вам необходимо сделать. Вам необходима профессиональная фотосессия. Что это такое? Вам необходимо найти в вашем городе недорогую фотостудию. Что значит недорогая? В городе Воронеже, например, аренда профессиональной фотостудии с оборудованием профессиональным, с фоном, со светом профессиональным. То есть все это стоит сотни тысяч рублей, стоит 500 рублей в час. За час вы наделаете себе такое количество снимков, качественных, что вам их хватит на месяцы работы. Конечно, чтобы сделать эти качественные снимки, нужен человек с хорошим фотоаппаратом, не с телефоном, с хорошим цифровым фотоаппаратом, с хорошим объективом. Если у вас такого человека нет, то доплатив тысячу рублей, то есть за полторы тысячи рублей, вы получите такого человека и эту же фотостудию. Но я вам называю цены города Воронежа. Отдав полторы тысячи рублей, вы получаете 10 профессиональных обработанных фотографий и еще колоссальное количество других фото, которые он вам за час понаснимает. На цифровую камеру на час можно наснять столько, что о-гу-го. Главное подготовиться к этой фотосессии, взять различную с собой одежду, различные какие-то предметы, чтобы сделать то, что называется постановочные фото. Лучше, конечно, идти не одному, а, например, двоем-троем, чтобы потом, может быть, сделать групповые фотографии. Но, естественно, это получится для вас значительно дешевле. Если вы не готовы фотографироваться, если вы не готовы выкладывать свои личные фото на страницах соцсетей, то вам крайне сложно будет продвигать себя как эксперта. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что я говорил вначале, вам придется за чем-то прятаться, за кем-то прятаться. А это уже не совсем правильно и не совсем подход лидера MLM-компании. На этом все. Задание к данному уроку будет достаточно большим, длинным. За один день однозначно вы его не выполните. Отнеситесь, пожалуйста, к выполнению этого задания тщательно. Цель домашнего задания не просто его выполнить. Цель это то, чтобы вы, возможно, никогда не сделали сами, сделать в рамках этого курса. Пожалуйста, не спешите. Сделайте все качественно и получите качественный профиль. Как практически загружать эти фотографии, как практически делать посты первые, вы увидите в следующей части этого урока. Благодарю вас, что досмотрели до конца. Успехов!